Главнее всего погода в доме. Отопительный сезон в Щелковском районе уже начался. Социальная сфера обеспечена теплом на 100%. А вот с жилым фондом вопрос обстоит несколько иначе. Об этом говорили в администрации Щелковского района. Ключевой темой заседания комиссии ПЧС стала ситуация, сложившаяся с двумя котельными. Так, оба коммунальных объекта в сельском поселении Трубинска и на Дальнем Воронке в Щелкове не вступили в отопительный период. Первая расположена в новом микрорайоне в Литвинове. Несмотря на то, что дома уже заселены, застройщик до сих пор не ввел котельную в эксплуатацию. Проводили ряд совещаний, чтобы собственная котельная заключила договор на аренду теплосетей с ООЩКС в цели поставления платежного документа. Договор заключен? На сегодняшний день договор не заключен. Пишем гарантийное письмо о том, что под гарантию муниципального бюджета будет сформировано финансовое обеспечение оплаты за газ. Договор о аренде сетей подписать у меня вместе с Денисом до 16 часов. Пуск и плату он сегодня состоят до 17 часов. Ответственный Виктор Николаевич Углов. Сложная ситуация сложилась и на Дальнем Воронке. Здесь без отопления и горячей воды остались пять домов. Котельная обслуживается компанией «Городские теплосистемы». Организация, управляющая несколькими коммунальными объектами на территории Подмосковья, имеет крупную задолженность перед «Газпром-межрегион газом», вследствие чего подача топлива на котельную не производится. Получено согласование прокуратуры для того, чтобы не санкционированно открыть заглушку и возобновить подачу газа, чтобы жителям уже было отопление и горячая вода. Прокуратура одобрила, потому что у нас другого выхода нет. Люди не могут без отопления. Также на заседании обсудили вопрос работы аварийно-диспетчерских служб, управляющих компанией Щелковского района и подготовки дорожного комплекса к зимнему периоду. «Я думаю, что будут уже реальные сдвиги, потому что температура понизилась и жителям прежде всего нужно создать нормальные условия по обеспечению теплом и горячей водой». «Были поставлены задачи руководителям. Сейчас до обеда решение комиссии выйдет уже полностью, будет утверждено, согласуется с прокуратурой и те задачи, которые были поставлены, будут выполнены в кратчайшие сроки». Сказанно, сделано. 9 октября члены комиссии по чрезвычайным ситуациям выехали на территорию котельной ГТС на Дальнем Воронке. Был произведен срез пломбы и подан газ. «Мы пришли на эту котельную, обслуживающий персонал здесь был, сняли пломбу, присутствие составляет, списали показания приборов в учет, чтобы не было несанкционированного потребления тепла. И сейчас котельная запускается». Благодаря проделанной администрации Щелковского района работе котельная была запущена. Теперь жители наконец-то смогут получить тепло и горячую воду в свои дома. Александра Гранич, Дариса Снегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания, Щелково.